Именно в тот день, когда вот святитель Иннокентий находится в этом храме, и была заказана эта икона к этому дню. Я дарую от себя, от детей своих. Спасешь тебя, Господи. Казак Василий Рудюк передает отцу Евгению икону Божией Матери. Уникальную святыню Харлампьевскому храму принесли в дар. Ее появление на свет ждали еще 10 лет назад. Тогда иркутские казаки привезли из Икутска фотографию, на которой был запечатлен старинный образ. Они надеялись, что местные мастера напишут с нее икону. Но иконописцы не брались за создание копии, не имея перед глазами оригинала. Однако в конечном итоге задуманное все-таки осуществилось. Прошло 10 лет. И вот надо же было так, что вот эта картинка, так сказать, фотография, которую икону надо было восстановить, она у меня вот лежала, лежала. И вдруг она явилась передо мной и как бы подсказала мне, что надо эту икону написать. Я обратился к иконописцу, вот она. Написана икона Матери Пресвятой Богородицы. Умиление. Единственная икона с открытыми глазами. Икона – это подарок к празднику святителя Иннокентия. Это первый православный епископ в Восточной Сибири. В 18 веке Петр I велел ему возглавить русскую духовную миссию в Пекине. Однако по стечению обстоятельств Иннокентий был вынужден остановиться в Троице-Селенгинском монастыре в Бурятии. А зимой 1727 года его назначили епископом Иркутским и Нерчинским. Кстати, в честь праздника в Харлампевский храм привезли мощи святителя Иннокентия. Какое значение имеет? Даже не скажешь, какое значение имеет. Мы так рады, что… Это же благодать такая, чтобы нам такое счастье выпало наш храм. Вот у нас год будет, как мы осветились 13 числа, а тут вот, пожалуйста, 9 числа Иннокентий и Иркутский у нас. Такого не бывает вообще. Сюда мощи привезли впервые. С 1990 года они хранятся в Знаменском монастыре. Но на время праздника владыка Вадим предложил временно перевезти их в церковь. По окончанию службы их возвратят обратно. В праздничной литургии приняли участие более 2000 верующих. Кроме жителей Приангария, здесь побывали паломники из Красноярского края и Бурятии. Анастасия Звежкова, Александр Пахоменко. Новости сейчас.